Где-то в лесу скрыт миллиметровый мир. В этом мире живут самые редкие существа на Земле. Их можно увидеть на поверхности крошечных листьев, цветов и веток. Это мир насекомых. В этом мире есть свои злодеи. И порой рождение здесь бывает более жестоким, чем смерть. Здесь ведется яростная борьба за выживание. Будь мы ростом с насекомых, каждый лист казался бы нам огромным и таинственным, как Вселенная. Насекомые или миллиметровый мир. Фильм второй «Микрокосмос. Листвы». Последуем за легким ветерком и ручьем, чтобы попасть в мир насекомых. Это насекомое обитает на ветвях деревьев. Его длинное тело похоже на ветки, на которых оно живет. Это палочник. Его тело суставчатое, как стебель бамбука. Он свисает с листа вниз головой, хотя и не имеет крыльев. Его длина около 10 сантиметров. Он обитает на деревьях и кустарниках. Заметив хищника, он вытягивает лапки, чтобы еще больше походить на древесный отросток. Иногда он изображает мертвого и падает с ветки. Обычно палочники кормятся листьями таких деревьев, как дуб. Достигнув зрелости, палочник может размножаться каждые 10 дней. Самка поднимает головку кверху и откладывает яйца, напоминающие семена. Она откладывает яйца так, словно разбрасывает семена. Роняет их на толстый слой листьев, покрывающий землю в лесу. Это необычно, ведь большинство других насекомых откладывают яйца в укромных местах. Самки палочника способны размножаться без участия самца. Взрослая самка проводит все свое время, поедая листья и откладывая яйца. Каждая самка может отложить от 600 до 700 яиц. Подобно фермеру, засевающему поле, эти существа используют свою необычайную плодовитость, чтобы выжить. Солнце садится День неизбежно сменяется ночью. Мир становится иным, отличным от дневного. В мире насекомых наступает темнота. Хотя для многих ночь, тревожное время, есть существа, ожидающие ее прихода с нетерпением. Мы видим, как блестят глаза хищника, обожающего тьму. Ёж, ведущий ночной образ жизни, вышел на поиски пищи. Жужелица спешит ему навстречу и тут же в испуге пускается на утек. Не сумев поймать добычу, ёж продолжает поиски пропитания. Эти насекомые, дерущиеся за пищу, так называемые жужелицы Янковского. Их часто называют лесными уборщиками. Иногда они добывают пищу, используя свои жвала, похожие на клешни. Сегодня жужелица поймала червя. Но внезапно она начинает корчиться, словно от боли. Слизь червя забила дыхательную систему жужелицы, и теперь ей трудно дышать. Палочник, беспрерывно жующий и откладывающий яйца, также привлекает хищников. Один невезучий палочник уже стал добычей жужелицы. Жужелица нашла укрытие и наслаждается вкусным ужином. Однако ее ждет жестокая судьба. Укрытие находит голодный еж. Еж, использующий для поиска пищи свое обоняние, с легкостью находит такую добычу, как жужелица, даже в непроглядной ночной тьме. Прикончив жужелицу и даже палочника, которого она не доела, еж продолжает свою ночную охоту. Жужелица поймала мотылька и с трудом тащит его куда-то. Но ее поджидает опасность. Еж должен наполнить желудок до рассвета и успеть вернуться домой. Промедление смерти подобно. В лесу всегда небезопасно. Здесь повсюду таятся хищники. После ухода ежа напряжение спадает и лес снова становится мирным. С наступлением утра воспоминания ночи рассеиваются вместе с темнотой. Начинается новый день. Каждое насекомое живет в своем собственном мире, где проходит его жизнь. Этот дуб – мир для формозских бронзовок. С виду спокойный. На самом деле дуб является полем боя, где бронзовки бьются за древесную смолу. Причина в том, что смола дуба – необходимое вещество для выживания бронзовок. Жадный самец бронзовки вытягивает передние лапки и заглатывает всю смолу. В местах выделения смолы часто происходит спаривание. Все потому, что эти места всегда привлекают много бронзовок. Здесь царит суматоха из-за обилия самцов, которым не удалось найти себе пару. Это битва самцов. Они сражаются за право спариться с самкой. В качестве оружия самцы используют свои рога. Они подбрасывают друг друга словно борцы. Дерево – это их ринг. И самец, сброшенный с дерева на землю, проигрывает схватку. Победитель получает самку, а проигравший престиженно убегает. Кажется, что здесь царит мир. Затем жадная молодая самка решает забрать себе всю смолу. Она начинает отталкивать бронзовок, поедающих смолу. Постепенно борьба обостряется и превращается в поединок между самцом и молодой самкой. Кажется, что самка держала верх, но затем самец дает ей отпор. Самец сбрасывает молодую самку с дерева. На дереве вновь воцаряется мир, насилие сменяется любовью. Этот дуб для бронзовок не просто дерево. Здесь они спариваются, питаются и борются за выживание. Это сцена, на которой проходят вся их жизнь. Есть существо, весь мир которого состоит из листьев размером с ладонь. Вот это насекомое, сверчок лесной, просопа грилок рис японика. Он гораздо меньше листа. Чтобы защититься от опасности леса, лесной сверчок строит себе дом из листьев. Это помогает скрываться от хищников. Найдя подходящий лист, сверчок начинает выделять изо рта тонкую нить. Эта нить в основном состоит из протеина, и с ее помощью сверчок сшивает края листа. Из всех сверчков только этот вид и сверчок непанси строгер тистакус способны выделять нить. Сверчок соединяет переднюю часть листа с задней. Он прилежно двигает головой влево и вправо, соединяя лист подобно умелой швея. Закончив работу, сверчок отдыхает до наступления ночи. Наконец, на лес спускается темнота. Появляется сверчок, ведущий ночной образ жизни. он ничего не ел целый день, так что спешит на поиски пищи. Это проворное существо — настоящий хищник. он питается мотыльками, а также насекомыми, которые превосходят его размером. Насекомые, любящие ночное время, к примеру, цикады, также становятся жертвами сверчка. в погоне за цикадой сверчок взбегает по стволу. Заметив добычу, сверчок бросается вперед и хватает невезучую жертву. охота увенчалась успехом. Сверчок впивается в плоть цикады своими хорошо развитыми жвалами. Утолив голод, даже такое хищное насекомое спешит построить новый дом, забраться внутрь и спрятаться от хищников до следующей охоты. Бабочки улетели из заросших цветами лугов в низину. Эти бабочки называются голубянками или по-научному силастрина ореас. Они прилетели к воде в поисках питательных веществ. Минералы необходимы им для размножения. Инстинкт подсказывает, что низины у водоемов богаты минералами. Покой бабочек невольно нарушает пестроносая кряква. Испуганные бабочки улетают прочь. Еще одно насекомое, тесно связанное с водой, стрекоза. На стадии личинки она питается водными насекомыми и мелкими рыбками. Личинка стрекозы дозорщика июльского обычно питается медакой китайской. В этой подводной экосистеме личинка страшный хищник. Личинка дозорщика июльского ждет медаку в засаде. Она ждет возможности атаковать и хватает рыбку в мгновение ока. Для нападения личинка использует жвала. Ей не составит труда одолеть крошечную рыбку своими мощными и быстрыми челюстями. Личинка отправляется на поиски новой жертвы. Еще одно ее любимое блюдо головастики. Личинка стрекозы видит головастика. через секунду она хватает его выдвинув загнутые нижние жвала. Голова стекбешно бьется, но все его усилия бесполезны. Мощные жвала личинки глубоко впились в его тело, лишая всякой надежды на спасение. Но это еще не конец истории. выпрыгнув из воды, лягушка нападает на стрекозу. Эти заклятые враги будут сражаться вечно. крошечный белый паучок вверх ногами свисает с цветка. Это паук краб томисус лобифактус. его называют пауком крабом из-за приплюснутого тела, похожего на крабья. Паук прячется под цветком и атакует привлекаемых им насекомых бабочек, мух и пчел. В отличие от большинства других пауков, паук краб не плетет паутины. Вместо этого он ждет, пока насекомый подлетит к цветку и пускает в ход длинные передние ноги и ядовитое жало. Паук осторожно подбирается к жертве. Делает бросок и но ветер качнул цветок и пчела смогла спастись. И снова паук ждет. Он уверен, что аромат этих диких цветов привлечет других насекомых. Эти пауки действительно похожи на крабов. Наконец долгое ожидание окупилось. К цветку подлетела бабочка, пауку пора продемонстрировать свои охотничьи навыки. Его движения практически неуловимы. Паук прячется за цветком и приближается к бабочке незамеченным. он все ближе подбирается к беспечной жертве. Несмотря на близость хищника, бабочка, похоже, не подозревает об опасности. Паук наносит удар. Он осторожно выдвигает жало и вонзает его в бабочку. хотя бабочка сбежала от хищника, она умрет, когда яд паука распространится по телу. насекомые, населяют каждую щелочку и уголок мира. Это существо живет в земле. Насекомое, расчищающее вход в свою норку, личинка жука скакуна. Она высовывает голову из тоннеля, ожидая, пока мимо пройдет жертва. Вскоре появляется гусеница. Личинка жука скакуна поджидает добычу, замерев без движения. Затем она хватает гусеницу и затаскивает в свою нору. Иногда она выбрасывает непонравившуюся пищу. Муравей фуражир также падает в нору личинки жука скакуна. Личинка хватает его мощными жвалами, похожими на клешни и бесцеремонно съедает. Личинка жука скакуна славится своим пристрастием к муравьям. Все съедобное она съедает, а жесткий панцирь выбрасывает. Затем расчищает туннель в ожидании следующей жертвы. Так выглядит взрослый жук скакун. Необыкновенно красивое существо. И все же он сохраняет хищнические инстинкты личинки. Под яркой оболочкой скрывается яростный и агрессивный характер. Наглядная демонстрация великолепия природы. Но под этим великолепием кроется целый мир. Миллиметровый мир, часто населенный необычными существами. Это существо восхитительно голубого цвета. оно редкое и увидеть его сложно. Усач небесный Розалия калестис. Он считается самым красивым жуком-усачом из обитающих в Корее. Об этом таинственном существе известно немногое. Один из установленных фактов тот, что это насекомое, будучи личинкой, живет в древесине, а свой красивый цвет приобретает при рождении. Нам предстоит еще многое узнать об этом удивительном существе. Вскарабкавшись на максимально высокое место, он улетает на поиски нового мира. весна – время пробуждения природы. березовый Просыпаются насекомые, впадавшие в спячку на всю зиму. Эти крошечные яйца тоже пробуждаются к жизни. Это яйцо бабочки пережило суровые месяцы зимы. Из него на наших глазах появляется гусеница бабочки березовый зефир. Выбравшись, гусеница начинает инстинктивно взбираться на дерево в поисках пищи и укрытия от хищников. Она ищет цветочный бутон. Ранней весной это самая вкусная пища. Однако цветочный бутон нужен гусенице и по другой причине. Она прогрызает лепестки и забирается внутрь. бутон поможет ей спрятаться от холода и голодных хищников. Для такой маленькой гусеницы даже упавший лист может стать убежищем. еще одно насекомое пережившее зиму под покровом опавших листьев гусеница бабочки японская переливница. Теплые лучи весеннего солнца пробуждают гусеницу от глубокого зимнего сна. Теперь она должна покинуть защиту листьев и начать жизнь бабочки. Разные вещества падающие с младых весенних листьев активируют инстинкты гусеницы. Она взбирается на дерево в поисках зелени. Наконец отыскав листочек гусеница принимается наполнять свой пустой желудок. гусеницей гусеницей станут не просто местом ее обитания но и всем миром. Она не уйдет не пройдя трансформацию. Гусеницы покрыты жестким панцирем который вынуждены сбрасывать по мере роста. этот процесс называется линькой. С каждой линькой гусеница все больше похожа на дерево на котором живет. Она почти все время ест. ненасытный аппетит отражает неистовую скорость ее роста. Но вот приходит пора отказаться от инстинктов гусеницы. Она превращается в куколку переходную стадию между гусеницей и бабочкой. Хотя окукливание удивительный процесс он оставляет гусеницу беззащитной перед нападением хищников к примеру птиц и она рискует погибнуть не пройдя полную трансформацию. Через две недели после окукливания происходит необыкновенное событие. звезда этого удивительного представления бабочка японская переливница. Теперь она покинет дерево и листья служившие ей и укрытием и пропитанием. Прекрасное хотя и привычное зрелище. Но если вспомнить о том каким нелегким был их путь к полету то их красота становится еще более ценной и редкой не всем гусеницам удается превратиться. гусеницам гусеницам успешно становятся бабочками. Все дело в том, что от хищников спрятаться сложно. Гусеница бабочки крушинницы прицепилась к ветке и приготовилась окуклица. Существо, которое исследует тело гусеницы это пчела паразит. Это трехмиллиметровое насекомое с бездумной жестокостью откладывает яйца в тела носителей таких как гусеницы. Оно вводит внутрь свой острый яйцеклад чтобы поместить в гусеницу свои яйца. Эта пчела может за раз отложить сотни яиц. Когда яйца проклюнутся личинки будут расти питаясь внутренностями гусеницы. Пока пчела паразит откладывает яйца гусеница делает последнее приготовление к превращению в бабочку. Она становится куколкой. хотя сейчас ее органы функционируют нормально вскоре они перестанут работать. Этот кокон из которого вот-вот появится бабочка дергается при малейшем прикосновении демонстрируя признаки жизни. Даже на этом этапе жизни куколка пытается защищаться. Это кокон бабочки японская переливница. Он яростно бьется. Из этого здорового кокона появится прекрасная бабочка. А из этого кокона начинают выходить пчелы-паразиты похожие на свою мать. Десятки пчел одновременно вылетают наружу. Выйдя на свет Божий, они принимаются счищать грязь со своих крыльев и усиков. И немедленно начинают спариваться. Пчелы-паразиты уже совсем взрослые. Они разлетятся в поисках новых носителей. А позади останется пустой кокон и останки куколки, не сумевшей выполнить свое предназначение. Миллиметровый мир это мир насекомых. В этом мире все процессы повторяются бесчисленное количество раз. Спаривание, размножение и борьба за выживание. Особая важность для насекомых имеет спаривание. Инстинкт заставляет их передавать свои гены будущим поколениям. Только так можно победить в напряженной природной борьбе за выживание. Порой этот инстинкт приводит к обратным результатам. Например, у гусениц, которые быстро растут, поедая листья. Иногда из-за своей жадности они лишаются дома. Некогда зеленое дерево стоит обнаженным. Вместо листьев его ветки покрыты гусеницами. Это гусеницы бабочки насадки листовидной. Они съели всю листу на этом каркасе китайском. Каждая разновидность гусениц кормится на определенных деревьях или кустарниках. Тем самым им удается избежать конкуренции. Эти гусеницы питаются только листьями каркаса китайского или японского. Поэтому им нужно найти новое дерево. Гусеницы спускаются по нити вниз головой. Они должны как можно скорее найти новый источник пищи. В поисках нового дерева они даже решаются спуститься на землю. Поскольку эти гусеницы плохо приспособлены к ползанию по земле, им опасно здесь находиться. гусеницы за ними внимательно наблюдает хищник. Это известный нам жук скакун. Ему удалось почувствовать вибрации ползущих гусениц. гусеницы гусеницы гусениц она бессильна против быстрых ног и железной хватки хищника. этой мастерской демонстрации охотничьих способностей жук скакун оправдывает свою репутацию. Гусениц которым пришлось спуститься на землю чтобы закончить свое превращение ждет печальный конец в челюстях жука скакуна. В мире насекомых это обычные явления. Поэтому некоторые гусеницы прибегают к разным ловкам чтобы спастись от хищников. Это гусеницы бабочки толстоголовки обычно обитающие на листьях корейского ямса. Это пухлое существо строит укрытие для защиты от естественных врагов и хищников. Гусеницы используют нить выделяемую изо рта чтобы сшить края листа. Она мечтала о безопасности внутри своего домика. И все же ей не суждено стать бабочкой. крошечные насекомые прогрызают тело гусеницы чтобы появиться на свет. Она стала жертвой осы паразита. Гибель одного существа дает жизнь множеству других. гибель таким образом в миллиметровом мире рождение бывает более жестоким чем смерть. гибель 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 это гусеница покрытая шипами будущая бабочка углокрыльница траурница японская шипы нужны ей чтобы отпугнуть потенциальных хищников Несмотря на предосторожность, гусенице не удалось избежать трагедии Есть враг, которого не пугают ее шипы Насекомое, оседлавшее гусеницу и поджидающее своего шанса Еще одна разновидность осы паразита Пусть крошечная Но для гусеницы оно смертельно Оса отложит в тело гусеницы десятки яиц Когда из них выведутся личинки, они будут расти внутри, поедая питательные вещества в теле гусеницы И, наконец, повзрослев, они выйдут наружу из тела мертвой гусеницы Теперь эта гусеница – носитель Защищая себя, она защищает и яйца осы паразита Она служит невольной нянькой личинкам осы наездницы, живущим в ее теле Паразиты удивительные и вместе с тем ужасные существа Насекомые развили множество разных стратегий для того, чтобы выжить в жестокой конкуренции природы Некоторые из них научились использовать свое окружение Коконы-насадки листовидные напоминают лист, с которого свисают Этот крупный кокон японской переливницы также похож на лист Гусеница бабочки-голубянки Аргус также прячется от хищников Это существо, напоминающее ветку, на самом деле гусеница-пяденицы Такая тактика может обмануть самых проницательных хищников Некоторые бабочки похожи на листья Подобная маскировка может показаться недостаточной, но все же действует Вот каким образом палочнику, похожему на ветку, удается выживать так долго И все же хищники таятся повсюду Кузнечик-короткокрылый поймал палочника Но палочник решается на необычный шаг Вместо борьбы за выживание он предпочитает дарить новую жизнь Даже в челюстях хищника палочник продолжает разбрасывать яйца Даже перед лицом смерти Он не забывает о главной цели своего краткого существования В воспроизведении своего вида Яйца палочника падают на землю Их накрывают опавшие листья Под теплым одеялом листвы они переживут холодную зиму И вылупятся следующей весной Листья Это микрокосмос, в котором разыгрывается бесконечная драма жизни Мир насекомых — это отражение Вселенной Здесь соседствуют радость и печаль, любовь и смерть Этот миллиметровый мир, населенный бесчисленными насекомыми Отражает красоту и жестокость Вселенной, в которой мы живем На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова